МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Свет без ограничений. Вот уже 5 дней лимиты для города не устанавливаются. Города-герой. Севастопольский винодельческий завод к 9 мая запускает новую линейку шампанских вин. Артек принимает гостей. В Международный детский центр приехали победители творческого конкурса «Патриоты России». Жизнь и творчество 60 лет отметила руководитель народного вокального ансамбля «Хорошее настроение» Галина Ермолаева. Три дома в поселке Кача, в которых живут многодетные семьи, подключили к газоснабжению. Проверить, как «Севастопольгаз» справился с поручением, приехал лично губернатор Сергей Миняйло. Почему именно эти дома получили голубое топливо, а также о программе газификации региона в следующем сюжете. Семью Каракуц в Каче знают весь поселок. Они живут здесь 18 лет и воспитывают 10 приемных детей. Старший сын женился и пошел по стопам родителей. Теперь у него 8 ребят и тоже есть усыновленные. Частный дом, подсобное хозяйство. Все бы ничего, да вот только газа не было. Топили то дровами, то электричеством, рассказывает Петр Каракуц. Газ у нас был всегда баллонный. И у нас большая семья и несколько печек. И вот мне приходилось, знаете, стратегию выстраивать такую. Там заканчивается, здесь, значит, если закончится, я переставляю. И вот, знаете, вот эти 4 баллона, приходилось ездить. А его хватает максимум на 2-3 недели. Представьте, что такой оборот сильный. Ну а теперь-то проблем нет, теперь-то замечательно. Вне очереди и, главное, бесплатно. Газифицировать дома двух многодетных семей в Каче поручил губернатор Сергей Миняйло. Севастопольгаз с заданием справился почти за неделю. Здесь, на кухне, установили сигнализаторы. В случае утечки голубого топлива или появления угарного газа приборы подадут звуковой сигнал. Довольны, претензий нет, делится журналистами глава многодетного семейства и строит планы на зиму. Дрова больше покупать не придется, отключений света можно не бояться. Для отопления нужно три газовых котла. Еще одну деталь заметил Сергей Миняйло. Плиты установили новые, модели с розжигом-спичками. Поставьте, будем, нормальную, хорошую плиту, чтобы не надо было спичек, кнопку нажал, где включил, на открытый, все включилось. Она стоит не так, когда поставить. На следующей неделе поставим. На следующей неделе это понятие обстактное. Что нужно для этого? Ничего, ничего, мы там и все поставим. У нас и не в ходе недели. Сегодня у нас вторник. Следующему хронику наложим, что же все здесь. Вы знаете, при Украине, вот, мы столько, когда тестовали, и надежды против не было. А вот при России быстро уже все переселось. Я вам скажу так, у нас есть тоже определенные трудности, да, определенные трудности. Мы где-то разово помогаем, мы где-то делаем систему. Мы сделаем. У нас есть еще многодетная семья, там 18 детей. Ну, слава богу, газ мы им тоже проведем. Он там проходит рядом. И сейчас думаем, как их обеспечить транспортом. То есть это дай бог, чтобы такие семьи были, и дай бог, чтобы они жили в нормальных условиях. Ну, а то, что сегодня приезд сюда был правильный, да, почему? Потому что плитку поставили, ну, понятно, какую. Сегодня Севгаз взял на себя обязательно поставить нормальную газовую плиту и три котла. Вопрос газификации в Севастополе особо остро стоит в отдаленных районах города. И по популярности один из первых среди обращений в правительство. В 21 веке у нас не везде есть газы. Поэтому программа газификации идет у нас. Да, нам ее немного сорвал режим ЧАЭС с 22 ноября, который был. И вот, в принципе, ограничения определенные были. У нас за прошлый год построено порядка 79 километров газопроводов разного давления. У нас более 4,5 тысяч квадрис газифицированных и порядка там 300, где-то 400 домов. Вот в том числе и населенный пункт Полюшка. Вот сейчас мы догоняем те работы, которые должны были выполнить. То есть, хотим войти в график, мы должны еще газифицировать на сегодняшний момент два населенных пункта. Два пункта – это Солнечный и Андреевка, а далее Максимова дача, Инкерман. Всего в программе газификации на этот год в Севастополе 13 объектов. Проектирование, экспертиза, строительно-монтажные работы, дата прихода глобого топлива зависит от района и объема работ. На эти цели будет выделено практически 300 миллионов рублей, отмечает Севастополь-Гази. В этом году планируется строительно-монтажная работа по этим объектам. По Солнечному в две очереди строительства, по Андреевке в одну очередь строительства. То есть, к концу этого года первая очередь строительства по Солнечному будет окончена, согласно программы, и люди могут спокойно подключаться. По Андреевке на следующий год планируется дальнейшее развитие от подводящих сетей до границы села, уже внутренняя разводка с учетом газификации социальных объектов. Там школа есть, детский садик, котельные. Губернатор Севастополя отметил правительство сделать все для того, чтобы дома многодетных семей подключались в первую очередь. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Ускорить подготовку к Дню Победы поручил сегодня губернатор на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. По информации на утро вторника, свет в Севастополе подается без ограничений. Все дизель-генераторные установки законсервированы и готовы к запуску в любой момент. Подробности далее. Возродить исторический облик набережной и артбухты на утреннем заседании штаба ликвидации последствий ЧАЭС губернатор Сергей Миняйло требовал от коммунальщиков активнее заниматься благоустройством Севастополя. По данным городского хозяйства, со вторника начнут высаживать цветы на Приморском бульваре. Кроме того, губернатор озвучил, в преддверии 9 мая на улицах не должно быть предвыборных плакатов. Места на билбордах только для ветеранов. Я понимаю, что у нас некоторые кандидаты в депутаты начали предвыборную кампанию. Так вот, вы соберите всех рекламщиков, у нас впереди 9 мая, День Победы. И поэтому вся реклама должна быть посвящена поздравлениям и нашим ветеранам. Далее Сергей Миняло поручил департаменту образования подготовить региональный проект закона по родительской компенсации за детские сады, чтобы к федеральным скидкам добавились 20% региональных. А перед департаментом архитектуры стоит задача поднять архивные чертежи центральной набережной. Или поднимите историю, покопайтесь в архивах и дайте поручение. У нас есть музей героической обороны Севастополя. Давайте возродим исторический облик набережной от бухты для того, чтобы ее привести в порядок. Наработки по этому вопросу есть, поднимите их. И в кратчайший срок мы должны с вами иметь исторический облик набережной и от бухты. По состоянию на утро вторника свет Севастополю подается без ограничений. Вот уже пять дней лимиты для города не устанавливаются. Это рекорд за время ЧАЭС. На маршрутах 85 из 115 троллейбусов. Последние пять месяцев, когда город жил в режиме ограниченной подачи электроэнергии, электротранспорт выводился в ограниченном количестве. И из предприятия уволилась часть водителей и кондукторов. Сергей Миняйло поручил восполнить нехватку кадров. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Воспитанники президентского кадетского училища возглавят колонну 9 мая. Так хотят открыть праздничное шествие участники расширенной коллегии по делам ветеранов. На заседании обсудили вопросы подготовки ко дню победы. По решению собравшихся в 2016 году коробки участников будут двигаться в новом порядке. Самой многочисленной группой станет «Бессмертный полк». В нее войдет более 12 тысяч человек. По предварительным данным на параде победы будет присутствовать более 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Отдельно на трибунах выделят места для сопровождающих. У нас составляются персональные списки ветеранов, которые будут приглашены на трибуны. Эти списки будут представлены в оргкомитет. Оргкомитет раздаст нашей автотранспортной службе, которая занимается доставкой. И каждый персональный по адресу будет ветеран доставлен непосредственно к месту, где будет находиться его место, где он будет сидеть на трибуне. То есть это будут машины. И таким же образом будут их отвозить по домам. Севастопольский винзавод запустил к Дню Победы новую линейку игристых вин «Города-герои». Первая партия – 30 тысяч бутылок. Подробнее о серии, планах госпредприятия и первых итогах работы в материале наших корреспондентов. Севастополь, Керчь, Москва, Киев, Волгоград. К 9 мая Севастопольский винзавод запустил линейку шампанских вин, посвященную «Городам-героям». В новой серии представлены все 13 городов бывшего Советского Союза, удостойных высшей степенью отличия. Это идея виноделов и менеджеров, которые изучали рынок. Полгода, помните, мы в «Крымский бриз» разливали. Вот с того момента уже работа и пошла. И вот сегодня мы запустили линейку «Городам-героям». Уже она пользуется спросом. Уже есть потребители, которые его заказали. Станет ли линейка «Городам-героям» лимитированной коллекцией или серия войдет в постоянное производство, будет понятно после старта продаж. На Севастопольском винзаводе надеются, что новое «Гристое вино» понравится ценителям и дополнит постоянную коллекцию. В первой парте к 9 мая здесь планируют выпустить 30 тысяч бутылок. Это будет самый популярный сорт – белое полусладкое. Шампанское – праздничный продукт. Мы успели к предстоящим майским праздникам сделать вот такой подарок. То есть по цене оно не будет отличаться от нашей обычной продукции, от всей остальной стандартной. Поэтому я думаю, что вот эта этикетка, этот новый вид – это будет приятный бонус. Сегодня у нас буквально были представители из Москвы, представители дистрибуторской компании, с которой мы работаем. Они увидели, скажем так, отделанный образец, очень заинтересовались, попросили до 9 мая машину отправить обязательно. Крымский «Бриз» под таким названием Севастопольский винодельческий завод в прошлом году запустил новую торговую марку. За это время выпущено порядка полумиллиона бутылок. Их реализовывали в том числе и на материковой части России через крупную алкогольную сеть. Игристое вино производят на предприятии полного цикла. Напомним, в прошлом году совхоз Полина Осипенко и Севастопольский завод объединили в одно агропромышленное предприятие. Когда мы объединяли совхоз Полина Осипенко и Севастопольский завод «Шампанский рвин», вы знаете, что у Полины Осипенко были долги. По зарплате были там спорные вопросы. Сегодня и то предприятие, и это объединено. Они работают. В прошлом году, в конце года, мы высадили 150 гектаров виноградников, вы это видели. Сегодня это прибыльное предприятие. В этом сезоне к высадке готовится 50 гектаров новых виноградников. А всего планируют выпустить 4,5 миллиона бутылок игристого вина, что на миллион больше, чем в прошлом году. Анастасия Шульга, Анна Малышка, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В мае на территории Севастополя планируют провести несколько церковно-государственных мероприятий. С первого числа празднование Пасхи начнется с молебна во всех храмах города. В течение дня пройдет ряд фестивалей, а в Херсонес традиционно доставят благодатный огонь. Помимо этого, совместно с Нижегородской епархией в Севастополе откроют выставку «Мир и клир». Также в городе проведут дни Кирилла и Мефодия и славянской письменности. Я хочу напомнить, что Севастополь в этом плане уникальный город, потому что празднование дни славянской письменности началось еще здесь в 1989 году. Это первый город на территории Советского Союза тогда, но сегодня это на территории Российской Федерации. Поэтому хотелось бы сохранить вот эту традицию на территории Херсонеса совместно с Департаментом культуры провести соответствующие праздничные мероприятия, выступления фольклорных коллективов различных народностей, проживающих на территории Севастополя, именно народных коллективов фольклорных. Депутат Законодательного собрания Борис Колесников сегодня на сессии призвал сенатора Ольгу Тимофееву оказать помощь экс-депутату Севастопольского горсовета Владимиру Галичему. Напомним, в Украине его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность соседнего государства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей в Киеве. Владимира Галичева задержали в сентябре 2015 года на въезде в Крым. Вы работаете в Комитете по международным делам. Вы знаете, что, на мой взгляд, беспредельно арестован бывший депутат городского совета Галичи на территории Украины, которому сейчас грозит минимум 15 лет. Минимум 15 лет. Только за то, что он даже не голосовал, сидя в этом зале. Он просто находился под депутатом. Принимает ли что-нибудь ваш комитет в части, я не знаю, как сказать, освобождения, обмена, облегчения судьбы человека, взаимодействовать ли вы с адвокатом? Судьбой Галичева я не занималась. Потому что, скажем как, я не до конца понимаю ситуацию. И когда я не понимаю, чтобы не навредить. В принципе, выйти на адвоката, чтобы получить первоисточник информации, чтобы видеть эту картину и действительно наиболее эффективно отработать, я готова. Потому что пока напрямую я по Украине не отрабатываю задачи только через структуру МИДа. Полиции Севастополя разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении ряда тяжких преступлений. Его приметы на вид около 35 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения, нос вытянутый, щеки впалые, носит бейсболку. Всем, кому что-либо известно о данном мужчине и его местонахождении, просьба сообщить по телефону 59 44 35, 59 44 39 или 102. В 2015 году порядка 20 севастопольцев получили стационарную психологическую помощь. За экстренное обратились более 200 человек. Об этом журналистам информационного канала Севастополя рассказали сотрудники Центра социальной помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди пациентов учреждения жертвы насилия в семье, сироты, беременные, воспитанники социальных приютов и интернатов. Для работы с ними специалисты разработали индивидуальные и групповые программы психологической реабилитации. Срок пребывания в стационаре, как правило, не превышает трех месяцев. Исключение составляют несовершеннолетние мамочки. Под постоянным наблюдением они имеют право находиться до одного года. На первичную консультацию отводят 60 минут. За это время психологи и социальные педагоги устанавливают контакт с пациентом и определяют дальнейшую методику работы. За помощью к специалистам можно обращаться по улицам Пожарова, 28А, Пушкина, дом 18, Николая Музыки, 30. Моя цель как психолога это помочь адаптироваться женщинам, потому что попадая в трудную жизненную ситуацию, они находятся в стрессовом состоянии, возможно это и депрессивное состояние. Женщины теряются, те стратегии совладания, которые были привычны раньше, уже оказываются нефункциональны, поэтому приходится им как-то вот помочь, может быть выработать что-то новое, может быть как-то мобилизовать внутренний потенциал и психологические ресурсы. Далее в программе. Артек принимает гостей. В Международный детский центр приехали победители творческого конкурса «Патриоты России». Жизнь и творчество. 60 лет отметила руководитель народного вокального ансамбля «Хорошее настроение» Галина Ермолаева. Сила и красота. В Севастополе провели традиционный турнир по бодибилдингу «Кубок Черного моря». Слова благодарности и признания. 19 апреля 60 лет отметила руководитель народного вокального ансамбля «Хорошее настроение» Галина Ермолаева. С юбилеем именинницу поздравили родственники, друзья и коллеги. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Большую часть своей жизни Галина Ермолаева посвятила творчеству. У лауреата общегородского форума «Общественное признание» 45-летний вокальный стаж. По словам друзей именинницы, ее голос – ключик к улыбке каждого зрителя. «Позитивней и веселее и доброжелательнее человека нет в Севастополе. Она талантливая очень. Она поет, у нее всегда хорошее настроение. Я так думаю, что у человека самое ценное, что она не портит людям, она всегда поднимает. У нее талант на это». Нашла себя Галина Ермолаева в работе с юными талантами. В 2002-м на базе культурного комплекса «Корабел» основала детский ансамбль «Родные голоса», в котором преподает и по сей день. Помимо этого, вокалистка выступает на благотворительных концертах со своим коллективом «Хорошее настроение». В его репертуаре – эстрадные лирические народные песни на русском, украинском и молдавском языке. «Коллектив у меня хороший, его любят, его ценят, поэтому я готова с ним хоть на красавице, с этим прекрасным коллективом. У меня прекрасный сегодня день. Я самая счастливая». Сейчас Галина Ермолаева преподает сразу в нескольких коллективах. Помимо «Родные голоса» и «Хорошее настроение», руководит и ансамблем ветеранов войны и труда «Коломит». Работает с детьми в Центре военно-патриотического воспитания, где занимается с ними народным вокалом. «Сегодня Галине Веечну поздравляем сердечно и желаем ей успехов, здоровья, творить на благо нашего города, творить добро нашим детям, творить и учить, и передавать из уста в уста эти русские народные песни». Своим творчеством и трудолюбием, неуемной энергией и душевными песнями Галина Ермолаева заслужила уважение тысяч севастопольцев. В мечтах у именинницы – тур с любимым коллективом по всей России. Алевтина Игнатьева, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». В эти дни Международный детский центр «Артек» принимает гостей из Приднестровской и Молдавской республики. Отдыхают ребята здесь впервые. Такую возможность школьники получили благодаря высоким достижениям. В творческом конкурсе «Патриоты России», организованном Российским институтом стратегических исследований, они победители. С ребятами встретился и пообщался губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Десять ребят из Приднестровской и Молдавской республики приехали на отдых в «Артек». Рассказывают, дорога была дальняя, добирались с пересадками. Сначала самолетом Кишинев-Москва, а затем Москва-Симферополь. Об известном на всю страну детском центре они много знают. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В этом уверена и Ольга Туранская. Я на самом деле впервые вообще в лагере. И в таком это просто для меня было шок, море, когда ты просыпаешься вроде бы в лагере, как будто бы на курорте, если честно. Меня поразило, как здесь общаются с детьми. Какая у нас насыщенная программа, экскурсии. Школа действительно потрясающая. Здесь все, даже столовая просто потрясающая. Впечатление очень положительное. Я здесь впервые, мне безумно все нравится. Конечно, очень приятная атмосфера, очень все доброжелательно относятся, оказывают всевозможную помощь. То, что бы я ни попросила, любая просьба всегда находит отклик. На встречу с ребятами приехал губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Присутствовали на мероприятии представители Совета Министров Республики Крым, а также организаторы творческого конкурса из Российского института стратегических исследований. Гостям дети показали театрализованные представления, рассказали о своей республике, традициях, культуре. Была у ребят и возможность задать вопросы. Крым сейчас собирается конкурировать с такими зарубежными курортами, как Египет и Турция. То есть все делается для улучшения полистических условий. Но будет ли делаться что-то для улучшения жилищных условий обычных крымчан? Очень много ветхого и аварийного жилища. Есть дома после военной постройки 45-50-х годов. Поэтому запущена программа переседения. И мы понимаем, что мы должны все это делать и делать по этапу. Запущена программа переседения из аварийного. По Сибастополю, можно сказать, 238 квартир – это переседения из аварийного жилия. Но это первый этап. Последующие этапы, они будут наращиваться. Задавали ребята и вопросы об образовании в республике Крым и об условиях отдыха. После обсуждения серьезных тем перешли к неформальному общению. Губернатор поделился с гостями воспоминаниями о том артеке, в котором когда-то отдыхал и он сам. Я в артеке был в 1972-1974 году. Конечно, он изменился. Я был не в московом лагере, а в лагере прибрежный. Впечатление – это воспоминания. Второе – то, что сегодня делается в артеке. На мой взгляд, это очень хорошо возрождается. Та история, которая была. И сегодня здесь не только дети из других субъектов российской федерации, но и даже из Принестолья. Это воспитание наших детей. Это воспитание подоставящего поколения. И того, как мы его воспитаем, такое государство или такие государства мы и получим. В завершении встречи Сергей Миняйло отметил – артек открыт для всех. Ведь именно здесь происходит культурный обмен. Святослав Данилов, информационный канал Севастополя. Поет юность Севастополя. Во Дворце детского и юношеского творчества назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Звонки и голоса России». Из 220 участников лучшими стали 30 солистов. Общественная организация «Мы севастопольцы» подготовила для юных победителей ценные призы и почетные грамоты. Сегодня в Дворце детского и юношеского творчества – замечательное событие. Сегодня финальный этап подводятся итоги и награждение победителей Всероссийского конкурса «Звонки и голоса России». Это ребята, которые не просто талантливые ребята, они очень активные участники наших всех событий городских. Это замечательные дети с великолепными способностями. Я вот еще раз хочу севастопольцам сказать, что золотой ребенок Вероника Сыремля, и прекрасно, что девичьи детские голоса не мутируют, это будущая народная артистка России. Региональной общественной организацией «Мы севастопольцы» были приобретены подарки для ребят, занявших первые места. Среди подарков – MP3-плееры. Для коллектива в качестве призов приготовлены жесткие диски. Всего в конкурсе, по словам организаторов, приняли участие около 50 солистов, 9 вокальных коллективов, 5 хоровых коллективов. Среди участников – ребята младшего, среднего и старшего школьного возраста. Они соревновались в жанре академический, эстрадный и народный вокал. Были у нас интересные, хорошие вокальные, фольклорные ансамбли. Из 220 участников у нас вышло в победители 30 солистов, несколько коллективов, и хоровые коллективы все заняли призовые места. В Севастополе очень много талантов, и когда эти таланты поддерживают, мы всегда рады. В этом году нам оказала содействие и помощь региональной общественной организацией «Мы севастопольцы», за что мы им очень благодарны. Победители будут представлять Севастополь на федеральном этапе конкурса «Звонки голоса России». И некоторые из них уже сегодня мечтают о карьере эстрадных исполнителей, но абсолютно для всех музыка стала неотъемлемой частью жизни. Победа – это не самое главное для участника. Главное – донести людям свои чувства именно в песне. Потому что в песне раскрывается вся суть того, что ты хочешь им передать. Разделяют позитивные эмоции участников конкурса и представители региональной общественной организации «Мы севастопольцы». Замечательные дети. Хочется им отдать все, что есть. Вот, например, этим занимается наша общественная организация «Мы севастопольцы», которая при поддержке нашего президента Павла Валентиновича Лебедева ежегодно тратит очень большие деньги для того, чтобы проводить конкурсы, фестивали, спортивные соревнования. В прошлом году мы расходовали на программу «Счастливое детство», которую проводит наша организация, около 10 миллионов рублей. От имени общественной организации «Мы севастопольцы» руководитель специальных программ Сергей Круглов поздравил юных участников конкурса и педагогов, выразив особую благодарность родителям, которые сумели вырастить столь одаренных детей. В Севастопольском русском и драматическом театре имени Луначарского премьера. Спектакль по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон». Первый показ намечен на 27 апреля. Автор – российский режиссер из Санкт-Петербурга Василий Сенин. Спектакль в трех действиях с двумя антрактами. «Дядюшкин сон» рассказывает зрителям историю матери, которая пытается выдать дочку за престарелого князя. На пути к этой цели ее ничто не останавливает. Постановка эмоционально разнообразна, смешная, лиричная, драматичная. В ней задействовано около 20 артистов. Репетиции с севастопольской труппой начались в начале марта. В театре Луначарского спектакль по произведениям Федора Достоевского ставят в третий раз. До этого зрителям были предоставлены постановки по романам «Униженные и оскорбленные» и «Идиот». Примечательно, что премьера выходит в год 195-летия со дня рождения русского писателя. «Мне кажется, что это очень актуальный сюжет сейчас для нашей действительности. То есть, когда люди из благих намерений решают судьбы других людей. Именно из благих намерений, именно объясняя, именно желая, может быть, в какой-то момент, какого-то реванша в своей собственной жизни, хотя бы через других людей, хотя бы через детей. Текст очень ироничен над человеческими неврозами, над человеческими ощущениями добра и зла, над человеческим ощущением себя. Сейчас очень важен». 65 миллионов рублей в Севастополе в этом году выделят на два спортивных объекта – комплекс «Двухсотлетие Севастополя» и футбольный стадион «Горняк» в Балаклаве. Информацию озвучил начальник управления по делам молодежи и спорта Руслан Садченко во вторник на пленарном заседании. Он отметил в Севастополе неплохой уровень количества спортивных сооружений – 655 объектов, но в большинстве случаев материальная база технически устарела. Правительством Российской Федерации утверждена новая федеральная программа на 16-е-20-е годы, по которой предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры в Крыму и Севастополе. На ее реализации предполагается порядка 2 миллиардов рублей. «В этом году нам будет выделено 65 миллионов на проектно-изыскательские работы по двум спортивным объектам. Это спортивный комплекс «Усотлетия Севастополя» и футбольный стадион «Горняк-Балаклаве». Уже разработана и согласована с Министерством спорта техническая документация. Стадион «Горняк» будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки, теннисные порты и длительские трибуны на 1500 мест. Сила и красота. Традиционный всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Черного моря» провели в Севастопольском центре культуры и искусств. За победу боролись 56 атлетов из нашего города Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края, Одессы и Москвы. У кого самые большие мышцы и самое красивое тело, знают наши корреспонденты. Победителей состязаний по бодибилдингу определяет судейская коллегия. Они оценивают как пропорции и эстетичность тела спортсменов, так и артистичность атлетов. Ведь выступают культуристы под музыку. Среди участников турнира много титулованных спортсменов. Чемпионы Европы, мастера спорта. Соревнования проходили в нескольких номинациях. В бодибилдинге в весовой категории до 80 килограммов лучшим стал двукратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса Андрей Ярмолин, абсолютный обладатель Кубка Чёрного моря, севастополец Олег Кокорин. Недавно спортсмен вернулся с победой с престижных соревнований Кубок Питера и с серебряной медалью с состязаний, которые проходили в столице страны. Поэтому атлету есть с чем сравнить уровень севастопольского турнира. Есть перспективные спортсмены, их не так много, но, конечно же, скажу честно, что столица бодибилдинга – это Санкт-Петербург. Естественно, уровень спортсменов там лучше и выше. И я надеюсь, что у нас же такой же уровень будет, мы потихоньку прогрессируем, и это радует. В классическом бодибилдинге первое место завоевал севастополец Дмитрий Ищенко. Кроме Кубка и медали, чемпион получил еще и дополнительный приз – комплект спецпитания для подготовки к дальнейшим соревнованиям. Прошел Кубок Челного моря и среди представительниц прекрасного пола. Абсолютная победа в фитнес-бикини у мастера спорта Елены Тарасовой. Я выполнила мастера спорта по жиму лежа в двух федерациях в пауэрлифтинге, да. Но бодибилдинг покорил меня больше. Очень красивый спорт. Я уже выступаю три года именно в этом виде спорта. Все девчонки очень красивые, все соперницы очень достойные, все, кто в моей ростовой категории. Соревнования прошли на высоком уровне, резюмировал президент федерации бодибилдинга Севастополя Дмитрий Богимов. Он отметил, лучшие севастопольские атлеты сейчас начинают полноценную подготовку к Кубку России. У нас есть спортсмены, которые уже не первый раз выступают, которые хорошо показывают, стабильно показывают хороший результат. Это Олег Кокорин, это Вадим Ковальчук. Есть у нас такой, ну, очень многообещающий спортсмен Руслан Синица. У нас есть очень заслуженный спортсмен Андрей Ермовым. Он мастер спорта международного класса, то есть он очень опытный спортсмен. И эти ребята, я думаю, на Кубке России покажут очень хороший результат. Кубок России по бодибилдингу пройдет в Мурманске с 21 по 25 апреля. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Натуральные продукты питания теперь можно купить в магазине «Белорусский дворик». Новый гастроном открыли в Гагаринском районе. В ассортименте вкусная и здоровая пища, мясные изделия, молоко, сливочное масло. В торговом зале работает кафетерий. С многообразием товаров познакомилась наша съемочная группа. На прилавках нового магазина «Белорусский дворик» исключительно натуральные продукты без красителей и консервантов. Кисломолочные и колбасные изделия, печенье, безалкогольные напитки. Еда должна быть без вреда, уверяют продавцы. Поэтому покупателям предлагают только свежую и экологически чистую продукцию. В нашем магазине «Белорусских товаров» можно приобрести замечательную продукцию, которая содержит в себе минимальное количество эмульгаторов. Вы можете приобрести сыр, колбасу, тушенку, натуральный квас. Также вы можете посетить наш замечательный кафетерий, в котором можете выпить чашечку кофе с замечательными пирожными ручной работы, либо домашней выпечкой. Мы можем предложить кофе. Это эспрессо, латте, американо, латте макьято. Кофе очень свежий, вкусный, хороший, по очень добросовестной цене. Также мы можем предложить вам чай. Чёрный, зелёный. И в ассортименте у нас имеется водичка. Белорусские товары в Севастополь привозят из Минска, Могилёва, Бреста и других городов. Одних только мясных изделий тут порядка 40. Определиться с выбором всегда помогут консультанты. У нас есть сыровяленые, сырокопчёные, вяленые, копчёные виды колбас. Есть литовская колбаска, очень вкусная. Найдёт сыр в вяленом виде. Но больше всего к майским праздникам я бы советовала стрелийское угощение. Это идёт ассорти из свинины и говядины в сырокопчёном виде. Стоимость, качество и ассортимент уже оценили первые покупатели. Увидела братья славяне, решила зайти и посмотреть, что здесь. Мне понравились колбаски, сардельки, потому что они человеческого такого цвета, как в советское время. Надеюсь, что они и качество того же советского. Во-первых, квас люблю, как покупатель. И всегда очень достаточно сложно найти качественный продукт. Зашёл, увидел белорусские. Работаю недалеко. Думаю, зайду, что-нибудь освежающее, гуплю, посмотрю, что есть. Увидел квас, решил попробовать. Попробуем. Гастроном натуральных продуктов из Белоруссии работает ежедневно. С 9 утра до 8 вечера без перерыва. По адресу улица Колобова, 34, дробь 1. Остановка Степаняна. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова